Дорогие мои друзья, хочу с вами поделиться, как я выучила испанский язык. Когда я жила в Германии, вот последние дни, у меня были осветленные волосы. И я купила краску, там написано было Шварц Кобб, это фирма. А я подумала, Шварц это же черная. Думала, это черная краска. И я перекрасила голову, и у меня волос был просто синего цвета, вот как эта футболка. И как раз меня вот поймали, вот меня отправили в Испанию, все, я с этими синими волосами приехала сюда. Так как я там еще находилась три недели, я мыла голову, все, они у меня были не синие уже, безобразного цвета. И вот выросли у меня вот так, корни были, вот чуть-чуть корни были видно, а вот здесь такой безобразный цвет. А когда я еще приехала в Испанию, прошло пару месяцев, у меня вообще были сильно видно корни. Цвет еще ужаснее был такой, он уже еще волос. Короче, когда мне дали деньги, я взяла эти деньги, пошла в первую очередь покупать краску, потому что мне нужно было создать нормальный, приличный вид. Я вот перекрасила волосы, купила себе там другого цвета краску, темного, шоколадного, покрасила. И теперь у нас там была одна девчонка, которая чуть-чуть знала язык, ну чуть-чуть, но она-то хвастала, что она знает, она тоже ни хрена не знала. Я ей подошла и спросила, как будет слово «хочу работать» на испанском языке. Она мне сказала, работать – это травахар. Я зубрила травахар, травахар. Теперь в Красном Кресту нам дали несколько улиц, где можно найти работу, как биржа труда, вот что-то вроде бы такого. Иду я туда с ней вместе, между прочим, и там мужчина за компьютером сидит, и он нас спрашивает, мол, чего вы пришли сюда? И я ему говорю, травахар. Я думала, надо не улыбаться, ничего, надо делать вид, что ты очень серьезная и что ты очень серьезно настроена работать. Он такой, а, вы хотите работать? Я такая, травахар. И он говорит нам, что ты умеешь делать? Я ему говорю, травахар. И постоянно ставила интонацию, думала, если я вот так скажу, она вот так будет значиться, а если я вот так скажу, вот так буду значиться. Ой, кошмар. Он такой. Я вам сейчас приблизительно говорю, я потому что точно даже не знаю, что он нам говорил. И я ему, травахар. Он такой, ну да, ты это делать умеешь. Я такая, травахар. Он, короче, устал уже, встает и показывает нам, мол, кабель. Он хочет, наверное, сказать, вы электричество тоже знаете? Я такая, травахар. Короче, он уже начал смеяться в конце. Подходит и мне говорит, окей, окей. Я окей сразу поняла, окей, окей. И вот так говорит, идите. Но сперва он записал наше имя и фамилию и сказал, идите, я вам позову, короче. Теперь я иду и подумала, я языка не знаю, мне надо язык научиться, чтобы я хоть понимала, что он говорит, что кто-то мне что-то говорит. И иду в метро, сажусь. А нам в Красном Кресте мне дали такую карточку, где у меня есть 10 раз сесть на метро. Еду в метро, и у них есть такое слово, куча. Это слушай. Из куча это слушай. А когда ты вот так идешь, и кто-то что-то говорит, куча, я такая раз поворачиваюсь и думаю, меня зовут. Я слышала, как будто кунча. Гунча. Постоянно мне слышала, что кто-то мое имя говорит. И я все время думала, что это нечистые силы. Все время думала, это нечистые силы. Это нечистые. Я всего шарахалась. Теперь, когда я познакомилась уже со своим мужем, ну я уже до того, как познакомилась со своим мужем, научилась здрасти, там же и некого было спросить все, кто там был. Все, кто там был. Там албанцы были, там арабы были, а русскоязычные вообще тебе ни в чем не хотели помочь то что-то спрашивали мы не знаем мы сами не знаем никакой вот только вот эта девчонка который она взрослее меня было ну тогда мне казалось что она взрослая и было 38 лет на где-то 35 38 она с виду была похожа и вот что-то в ней такое было цвет глаз что ли взгляд ее какой-то вот она мне маму мою напоминала но тоже такая ветреная была и вот с ней я как-то более менее этот ходила и когда я вот научилась вот с ним и там спрашивали там как будет один как будет 2 до 10 я считать научилась потом здрасте до свидания научилась потолок пол тарелка вот что-то такое и все больше ничего такое больше и не знал там и не у кого было спросить теперь я познакомилась со своим мужем и все теперь я ему говорю на русском говоря так хочу язык научиться я хочу травахар вот это язык вот это я сложно он такой ты работать хочешь а то ты у меня такой тут травахар и такая да 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 вот так я ему я ему объясняла короче вот так и у меня такой горит тебе нужно испанскому научиться я тебя научу он не лет но я думала сейчас меня научит как будет со мной сидеть и учить и я не знала как у него спросить что-то и теперь мы я вот так стала стул я ему говорю стул это стул и он мне такой говорит сия и такая стул сия он такой сия я брала тетрадку и записывала стул сия потом я ему вилку показывала говорила вилка вилка он такой ты не дор ты не дор я такая ты не дор а теперь вот так теперь начала там продукты там яблоко он такой мансана я записывала и он уходил на работу я сидела целый день вот эти слова учила там стул стул там пол там потолок короче там цветок яблоко хлеб вилка ложка вот так потом я стала понимать что вот эти слова я их соединить не могу я в день где-то наверно если вот не соврать 50 слов учила но они были а их же надо вот так например да мессия дай мне стул а если он мне скажет да мессия я не знаю что он не сказал я знаю что стул сказал но я не знаю садись за 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 на стул принеси мне стул или посмотри под стол под стул я же не понимаю я по я стала понимать что он мне неправильно помогает и ему тоже был как-то вот я не знаю или интереса не было у него как-то или он тоже не знал как мне помочь и он взял одну кассету и мне поставил кассету и мне говорит слушай испанскую музыку и там была песня я вот ее перематывала на кассете и записывал каждое слово перематывал и записывал каждое слово это он ушел в три часа на работу у него была работа он заходил восемь часов час выходил потом до трех дома в 3 в 3 заходил на работу и до семи вот он пришел на обед я ему обед готовила дала он поел он ушел я вот села стала эту песню выучивать и он проходит с работы в 7 7 15 7 20 он был на работе с работы проходил 7 15 вот 7 15 он он как часы пунктуальные всегда проходил сразу одежда снимал заходил в ванну и туда-сюда теперь я его жду пока он выйдет с ванной он вышел с ванной и я им горесть стэфан я ему говорила стэфан мне тоже было очень сложно его имя научиться стэфан он такой да я говорю стэфан садись я им покажу он такой садится и я ему говорю о момента потому что в песне есть момента короче вот это я ему говорю о момента он такой да я такая иду беру освежитель воздуха беру так и ему говорю он так раз и говорю союз я к бенеса бускар а ти я из тарды порке порке а ура союла ки роста синтей поре и столбе ты он видами номер и микара и бена на вольта и я ему пою эту всю песню он так сидит а я без тетрадки без ничего наизусть понимаете и у меня такой браво 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 я такая и про себя думаю это его выучила но я смысл-то не знаю о чем это вообще песня идет но эта песня была для меня легкой потому что там мужчина и женщина пела вот женщина говорила кенес и мужчина говорю сою кеме не сабускар и мужчина говорит ати а эта песня короче кенес это это значит ты кто он говорит это я кого ты пришел здесь искать он отвечает тебя сейчас я понимаю теперь мы в этом это было пятница теперь мы утром встаем и идем идем на дачу к моему к моим свекрам и мой муж говорит я же с ним познакомилась 19 апреля 19 апреля это его день рождения я вышла за него замуж 25 сентября а это я еще за него замужем не была мы просто жили вместе и он говорит папа мама они да а я там уже с ним была но может быть месяца еще не было и он говорит послушайте а такое наталья наталья он такой кенес я сразу бы мог чтобы я спела и я начинаю петь и мой свекор так смотрит на мою всю кровь мою всю кровь так на него смотрит и горит и горит эти иностранцы такие умные за какой-то месяц они уже и поют то она наружу все понимать и она мне что-то говорит это кассе 7 и вот так сидела я умный такую рожу тоже дело говорила си си и она мне постоянно вот так делала я сразу понимала по ее выражение по ее интонации что она мне что-то доброе говорит потом чуть-чуть время прошло я уже стала чуть-чуть понимать потому что я уже стала с эстеваном потом неистом он сказал узнал там что есть возле нас примут чуть-чуть там пройти школа есть испанского языка учить испанский язык я туда пошла там китайка была еще одна девчонка по короче там девочки были и два мальчика и это учительница нам сказала купить тетрадки там туда сюда короче я туда пришла не знаю она говорила вроде бы все на испанском но я ее прекрасно понимала она такой интонации говорила вот она научила мне там дождик писать она научила я вот туда ходила три или четыре месяца я ходила и на какие-то буквы она читать меня научила но так как мы немецкий уже в школе проходили эти буквы как а здесь что легко на испанском что вот как ты видишь так ты и читаешь вот буквы там нету там знаете вот и как ты вот и писать очень легко потому что вот как слышится так и пишется например вот у нас как подъезд пишется через а у них написалось бы подъезд вот как ты слышишь так и пишешь это очень легко у них и теперь я уже говорю на испанском чуть-чуть начиная уже там об этом говорить туда-сюда и мне мой муж говорит но ты же уже говоришь на испанском но я со своим мужем спокойно я не боялась что у меня там но что-то я неправильно скажу я дома спокойно вот перед людьми я стеснялась я ему все время в ухо что-то говорила вот что-то говорила так тихо так ты так и у меня понимал уже я своего мужа тоже очень хорошо понимала вот то что мне может быть он спокойно уже у меня такой спокойный он спокойно на таком тоне не спеша мне так говорил еще главное когда мне говорил и показывал как-то он делал так что я его понимала и и он мы идем с ним в магазин вот смотрите здесь я курица говорится по ю а если ты хочешь сказать если ты только скажешь не по ю а последняя сделаешь а это получается уже мучишь мужской член понимаете только одна буква вот неправильно если ты скажешь это уже получается матершинное слово ну то что ну мужское мужские причиндалы короче скажем теперь мы идем себе магазин я ему все время говорила вот так так показывал это хочу то хочу и он покупал и теперь мы идем а там такая очередь все и он мне говорит ты же уже говоришь на испанском ты должна сама уже ходить продукты покупать потому что я могла зайти в магазин и купить там печенье мечене то что ты можешь взять а мясо у них раньше так не продавалась как вот сейчас вот идешь и там уже пакетах все вот только надо было пойти в мясной магазин и ты должна была сказать там даме две курочки даме килограмм там на решме там ломтиком дай мне там косточки даме то вот ты говоришь и он тебе все ставит также и ровны и там же также и рыба а сейчас магазин и заходишь тебе все там короче делают ну вы поняли иду с ним в местный магазин там такая очередь набираясь духом так как он мне сказал все я больше не буду гордить ты должна сама говорить и подхожу и говорю мяснику здравствуйте он такой здравствуй что-то хочешь и девочки надо же и я в этот момент говорю у меня дашь килограмм хрена вот так я скажу чтобы вы поняли он так на меня так раз вот так делать килограмм я тебе хрена дать не могу это как раз так поворачиваюсь смотрю и люди смеются ну чё они смеются думаю они наверно смеются потому что я сказала килограмм как дура разве а я хотела им сказать дай мне маленькую курочку килограммовые там маленькие были я его говорю но раз ты не можешь дать мне килограмм хрена дай метода два килограмма и поворачиваюсь а они как стали все смеяться и мой муж что-то им там говорит и я так я так не поняла ну чё они надо мной смеются меня так это стало обидно я думаю они смеются надо мной потому что я иностранка они смеются надо мной я в обиду все сразу приняла и мой муж такой говорит ой она русская там это моя девушка она только начинает учить языку она еще не знает матершинных слов она просто хотела сказать курица а сказала хрен короче они таки да а он и он начал то ты не беспокойся но улыбается когда ты не беспокойся но это первый раз я такое слышу это точно анекдот туда-сюда короче берет курица и вот это хочешь да я могу да вот так и но я уже обиженная да вот так он такой раз металл накрошил тебе вот так сделать и такая да да короче беру курицу выхожу такая беру этот пакет так бросаю вот так на пол и говорить и моему мужу ты тоже надо мной смеялся вы все надо мной смерть я знаете ты пока язык не научишься ты пока не на не начнешь понимать бывают такие вещи что ты неправильно понимаешь слова и у тебя обиды злость потому что думаю что над тобой издеваются что над тобой смеются ты просто а потом я когда уже поняла какие они люди испанцы что они такие добрые что они тебе готовы руку протянуть что они хорошие люди если ты подружишься с испанцем на самом деле подружишься и вы друг друга поймете это твой друг будет навсегда но только поверхность понимаете они не углубляются они тебя в душу не заходят они не скажут тебе они тебе не дадут совет который которого ты не просишь они тебя готовы выслушать но никогда не вмешиваются не скажут а тебе надо было вот так сделать они умеют слушать и потихоньку потихоньку вот так я научилась языку прислушиваясь записывая ничего здесь сложного нету человека как как собака если его на цепь привяжет он привыкнет уже к этой цепи даже если ты его развяжешь он от будки далеко не уйдет а если он постоянно на свободе его будет очень тяжело привязать но потом тоже свыкает от человек это тоже самое если он видит безвыходное положение он находит он находит вы просто не представляете насколько мы сильные понимаете мы иногда даже сами свою силу не знаем вот иногда я сижу обдумываю и вот через что я прошла какие-то там у меня были какая у меня была дорога потому что я многое что не хочу говорить почему потому что думаю а может меня неправильно поймут можно до мной посмеются может подумать какая я дурочка была понимаете вот есть такие вещи которые но я все равно потихоньку уже как-то более смелости набираю и открываюсь больше да вы знаете я видела один фильм как один мужчина упал в пропасть и он оттуда вырваться не мог потому что у него застряла рука выживание это такая вещь человек хочет выжить настолько что он вот не помню чем каким-то камнем он себе руку отрезал и вышел оттуда и вот ты когда сидишь смотришь этот фильм думаешь вау это выживание называется что ты готов на все но только хочешь жить потому что жизнь ты ее начинаешь ценить только тогда когда ты ее начинаешь терять когда ты боишься что ты ее потеряешь тогда ты осознаешь что ты ее теряешь и когда я приехала в испанию я поняла что если я хочу помочь своей семье потому что это моя была цель вот единственная была моя цель что я хотела своей семье помочь потому что я видела как здесь а люди живут и хотела чтобы моя семья моя семья не голодала у меня мать всегда работала замглавным бухгалтером в автошколе она не работала там не не низкоплачиваемой работе ее ее оклад ее оклад был достаточно нормальный просто у нее не было мужчины который ей бы помог чуть-чуть вот как у других людей понимаете ей было не на кого опереться я посчитала что я так как старшая это я ее опора и я должна ей помочь я просто обязана этому человеку помочь потому что этот человек рискнул своим здоровьем и меня родил как бы чтобы не было мне дал образование как бы чтобы не было поставила меня на ноги я это все ценила и стала больше ценить сейчас конечно но когда я уехала и со своей страны и со своего дома я многое вещи стала понимать что такое что тяжело работать что тяжело утром рано вставать что это ну понимаете и для меня была цель найти себе хорошую работу и высокооплачиваемую работу почему я пошла гладить это вообще здесь была мужская работа потому что она очень хорошо была оплачиваемой я не хотела идти там на уборки туда-сто потому что она была ниже оплачиваемая хотя я могла себе найти такую работу ну надеюсь что я объяснила если у вас есть какие-то вопросы у меня нет никаких проблем задавайте я сделаю ролик отвечу надеюсь что вам понравилось и и что еще хочу сказать если бы у меня сейчас не было бы голова как сейчас я думаю я же хотела очень сильно уехать и я пока визу ждала больше полгода прошло я бы взяла бы книжку и стала бы учить немецкий язык а я же ни один день ничего я просто пустой головой не знаю поехала как будто там меня кто-то ждет вот с этими мыслями что там все будет замечательно что на деревьях будут расти марки что я буду ходить на меня будут все кидаться говорить идем-ка идем на работу что у меня будет все замечательно что я все смогу необдуманные шаги не делайте если вы решили куда-то поехать первую очередь язык здесь а в испании например английский язык абсолютно никому не нужен здесь а они говорят только на испанском тебе нужен английский язык если ты знаешь уже испанский язык и ты можешь пойти где туристические где море там где много англичане приезжают потому что там официанткой пойти потому что есть такие такие города здесь где очень много которые на английском говорят потому что они приезжают из лондона и туда здесь а вообще это турктическая страна да вот испания и там на самом деле тебе нужен английский язык но тоже нужен тебе испанский язык потому что хозяин этого заведения испанец и он будет тобой говорить на испанском если ты в гостинице работают работаешь все которые работают они все испанцы просто знают английский язык если ты хочешь работать где-то и здесь есть места где и русскоязычных много берут на работу но ты должна обязательно знать испанский язык потому что есть очень много туристов русскоязычных но большинство заведений где ты работаешь ты работаешь на испанца под он тебя берет потому что у тебя два ты говоришь на двух языках и на испанском и на русском вот это все нужно обдумывать и вообще девочки если вы хотите уехать поехать вы прежде чем куда-то поехать вы просто хоть приезжайте как как турист сперва хоть посмотрите положение все сможете не сможете потому что я знаю многих людей которые продали квартиры приехали и так и не смогли адаптироваться и вот эти все затраты были напрасны им потом приходилось уезжать обратно в никуда потому что они все деньги уже потратили и и а после того как они приехали к себе на родину они потом глубоко жалели потому что они поняли что нужно было перетерпеть понимаете но я была так уверена я была так уверена что у меня все получится и у меня все получилось я всем благодарна за ваши просмотры за ваши лайки за ваши комментарии давайте пообщаемся в комментариях и надеюсь что вам понравился ролик по крайней мере я его постаралась ну объяснить вам ситуации все и если человек что-то хочет он всегда добьется самое главное это иметь желание понимаете понимаете это все зависит от желания от желания все в наших руках наша жизнь в наших руках наше счастье в наших руках ни от кого не зависит ничего только от тебя так что девочки полный вперед за своими пожеланиями и за своей мечтой пока мои дорогие